В составе военно-морского флота появился боевой корабль, экипаж которого полностью состоит из женщин. В Индии жители стали делать защитные маски из хлеба, выпекая их в печи. Президент Турции окончательно одобрил решение при своей музее Святой Софии статуса мечети. В Китае проливные дожди привели к массовым подтоплениям и заставили местных спасательных службе работать в круглосуточном режиме. Казахстан почтил минуту молчания жертв эпидемии коронавируса. На Черноморском флоте в составе противоподводного диверсионного отряда появился патрульный катер П-834, экипаж которого в порядке эксперимента полностью укомплектован военнослужащими женского пола. Сегодня мы готовили катер противодиверсионной обороны от нападения противника. Также личный состав во главе со мной и я вместе с ними выполняли профилактическое гранатометание боевыми гранатами РГД-5. Также было оставление катера при угрозе и гибели. То есть мы спасали стерпящего судна, спасали личный состав, материальную и техническую часть. Вот итоги. Я считаю, все справились отлично. Все задачи, которые перед нами ставились, мы выполнили. Я решила стать членом экипажа, потому что это очень интересно, это перспективно. И в первую очередь это эксперимент, в котором еще никогда не участвовали женщины. Когда узнали, что я буду служить на флоте, тем более возглавлю женский экипаж, первый на Черноморском флоте, мне сказали, умничка, молодец, мама всегда говорит, я в тебя верю, ты молодец, ты справишься, ты лучшая. Муж также поддерживают с сыном всячески. Все только за. А почему нет? Женщины-моряки прошли подготовку на базе в Санкт-Петербурге. Они выполняют любые действия на катере, предусмотренные корабельным и воинским уставом, а также предписаниями. Могут не только отремонтировать двигатель, но и заделывать пробоину в корпусе и справиться с пожаром на борту. В индийском штате Тамил-Наду, в городе Мадурай, местные булочники вдохновились с темой защитных масок и теперь выпекают лепешки, придавая им форму этой экипировке человечества. Такие хлебобулочные изделия очень востребованы у детей. Мы считаем, что таким образом участвуем в кампании по борьбе с коронавирусом, напоминая людям о необходимости носить маски. Ведь не секрет, что многие не согласны с этой мерой. Местный плоский хлеб жарят на топленом масле. В Южной Индии такую слоеную пресную лепешку называют парота или парадха. Они бывают без начинки, но также могут превращаться и в пироги, напоминающие осетинские. За несколько дней лепешки-пароты в форме масок стали настолько популярны, что их даже заказывают через онлайн-сервис в интернете. Штат Тамил-Наду делит первое место в Индии по числу инфицированных с Нью-Дели и Махараштарой. 60% случаев заболевания COVID-19 зарегистрированы именно в этих трех территориальных единицах Индии. 10 июля президент Турции Эрдоган подписал нормативный акт о возвращении музея Святой Софии статуса мечети. Я чувствую такой духовный подъем, как, наверное, те первые мусульмане, которые вошли в Софию в 1453 году, когда она стала мечетью. Мы еще раз увидели падение прогнившей Византийской империи. Это возрождение мечети, открытой для правоверных султанам Фатихом Махмедом Завоевателем. Это новый рассвет для всех мусульман и для ислама. Акт был принят Высшим административным судом Турции. Тем самым решение 24 ноября 1934 года о превращении Софии в музей аннулировано. Существующее около полутора тысяч лет здание собора Святой Софии, причем 900 лет оно пробыло церковью и около 500 мечетью, является достоянием всего человечества. Теперь искусствоведы выражают опасения за сохранность христианских мозаик, восстановленных под куполом собора после того, как ему был присвоен статус музея. Кроме того, вход в храм может быть затруднен, как для христиан, так и для представителей других религий, так как ислам не признает ни буддизм, ни синтаизм, ни многие другие религии. В Китае вследствие июльских проваленных дождей и опузней, разлив крупнейшие водные артерии Янзы привел к изменению береговой линии как самой реки, так и прилегающих к ней озер Тайхо, Паянхо и Дуньтинхо. В настоящее время мы приготовили 3 цента временного размещения жителей. Сейчас мы с вами находимся в помещении класса начальной школы города Юнкан, провинции Джетчян. Здесь мы собираемся разместить 240 человек из 60 домохозяйств. Ливневые дожди также привели к серьезным проблемам в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. В городе Шихадзи река Манос вышла из берегов, поднявшись на полметра выше предельно допустимого уровня. Сутки напролет местные спасатели искали людей, которые по воле случая оказались без связи и возможности покинуть полузатопленный район. В Казахстане минута молчания почтили людей, ставших жертвами планетарной эпидемии SARS-CoV-2. 13 июля был объявлен республике днем общенационального траура по погибшим от COVID-19. Все флаги были приспущены, а по телевидению отменены развлекательные программы и реклама. Объявляется минута молчания в память казахстанцев, ставших жертвами пандемии коронавируса. Сегодня 13 июля день памяти жертвам погибшим, умершим, точнее говоря, от коронавирусной инфекции. Весь Казахстан, все наши сограждане скорбим в этот день по жертвам этой тяжелой и опасной инфекции. К сожалению, среди граждан, которые в результате этой пандемии сложились в своей жизни, есть и наши коллеги. Сегодня, к сожалению, я прочитала список 42 казахстанских врачей. Президент страны Касым Жамар-Такаев принял участие в митинге в Нур-Сутане, почти в память людей в белых халатах, не дрогнувших перед лицом спиртельной опасности. Между тем, российские специалисты уверены, что вакцины от коронавируса станут доступны людям уже в середине августа. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.